Забота о природе – дело общее, считает мытищенка Мария Колесова. Именно поэтому субботнее утро девушка начала вместе со своим супругом и детьми на берегу Клязьмы. Перед ними стоит важная миссия – помочь сделать родное сердце место чище и лучше. Решила, что это хорошее, благое дело, плюс пригласила своих детей, чтобы они тоже поучаствовали и с детства уже приучались очищать город. Хочется жить там, где чисто. Перчатки и мешки – главные атрибуты для уборки. Вооружившись самым необходимым, участники акции «Вода Россия» приступили к делу. Работы немало, однако дух у всех боевой. Все с хорошим настроением, все убирают. К сожалению, мусора много, но мы сейчас постараемся максимально очистить этот участок реки, чтобы здесь создались чистые условия, река была чистая, береговая зона была чистая. Неравнодушных жителей округа оказалось немало. Вместе с ними на берегу Клязьмы собрались и местные активисты. Например, без внимания экологическую акцию не оставили мытищинские студенты из волонтёрского центра МГТУ имени Баумана. Своё желание помочь ребята объясняют просто. Наверное, это всё-таки любовь к родине, потому что смотреть, видеть, как в таком состоянии она находится, это неприемлемо, я считаю. И в наших силах хоть как-то ей помочь. Присоединились к субботнику и волонтёры Сбера. Для них участие в акции «Вода России» стало корпоративной традицией. Эта работа на будущее, соответственно, должна быть системной. Так, в прошлом году мы собрали 5 кубометров бытового мусора, очистив более полутора тысяч метров береговой линии. Пластиковые бутылки – один из самых распространённых видов мусора. Но находки у водоёма, к сожалению, на этом не заканчиваются. Берег реки Клязьма полон неприятных сюрпризов. Среди них и холодильник, и колёса от машин, и даже чемодан. Порядка 80 мешков с отходами успели собрать участники акции. И это не предел. В конечном итоге активисты сдали на утилизацию 88 пакетов с мусором. После непростой работы всех трудящихся ждал сладкий чай и угощения. Через неделю субботник пройдёт и в деревне Капустино. Присоединиться к акции может любой желающий. С помощью общих усилий удастся выполнить единую цель – сохранить нашу природу. А давайте помашем. Да! Мы сделали это! Лала Керимова, Александр Соломкин, Первый Матичинский.